Наступление на Масул Масул является вторым по численности городом Ирака после Багдада. По оценкам ООН, в городе проживает полтора миллиона человек. Это город, в котором очень долго сосуществовали арабы-суниты, арабы-шииты, курды, езиды, армяне, ассирийцы, туркоманы и даже некоторое число последователей христианства. Масул также является неофициальной политической и экономической столицей Суннитского Ирака. В этом этнически многообразном городе доля христиан выше, чем в других иракских городах. С экономической точки зрения Масул является крупным центром нефтедобычи. ИГИЛ получали до 50 миллионов долларов в месяц от торговли нефтью до начала российской операции по отслеживанию и уничтожению нефтяных караванов, которые направлялись по северному маршруту – Ирак, Сирия, Турция. Масул также является крупным транспортным узлом. Город расположен на берегу реки Тигр. На этой реке, в 60 километрах от города, находится крупнейшая гидроэлектростанция Ирака. 16 октября было вновь объявлено о начале попытки окончательно взять Масул. Стоит отметить, что для ИГИЛа Масул является последним оплотом в Ираке и ключевым источником доходов от продажи нефти. Для правительства Ирака и Иракского Курдистана контроль Масула – это вопрос контроля над всем регионам, где у них в первую очередь есть свои финансовые интересы. Для их западных коллег операция по штурму Масула является важной частью пиар-компании и источником политических дивидендов. Один из лидеров шиитских вооруженных отрядов в Ираке, Хади Аль-Амири, заявил, что по длительности и напряженности боев Масул может стать еще одним Алеппо. Столь на разношерстый состав антиигиловской коалиции создает дополнительные проблемы в ходе проведения операций, в первую очередь в части взаимодействия и управления войсками. Порядка 9 тысяч террористов исламского государства полны решимости не сдавать город. На их вооружении состоит множество автомобилей, начиненных взрывчаткой, и химическое оружие, которое они применят против коалиции. Абсолютное превосходство по численности вооружению и выучке, безусловно, на стороне коалиции. Однако антиигиловские силы сталкиваются с многочисленными проблемами, и тяжелая гуманитарная ситуация в городе лишь одна из них. Среди боевиков ИГИЛ есть бывшие офицеры армии Саддама Хусейна, коренные жители в совершенстве знающий город и его коммуникации. Это обстоятельство превращает штурм города в практически невыполнимую задачу. Помимо офицеров, среди игиловцев есть значительное количество бойцов, которые имеют опыт городских боев в Афганистане, Чечне, Ливии и Сирии. Эти люди знают все о боях в городской застройке. Западные СМИ представляли террористов исламского государства дикими, жестокими и тупыми. Столь легкомысленная оценка врага всегда ведет к потерям. Менее чем за месяц боев на окраинах Масула, где местное население лояльно к правительственной коалиции, потери составили. Свыше трех тысяч бойцов убитыми и ранеными, уничтожено 22 танка и свыше 120 единиц легкобронированной техники. Игиловская оборона города проводится по всем правилам военной науки. Город долго находился под контролем Игилы и был соответствующим образом подготовлен с точки зрения возведения оборонительных позиций. Иракские военные в прошлом неоднократно пытали взять штурмом Масул. И можно точно сказать, что Игиловские командиры приняли меры по усилению наиболее уязвимых оборонительных позиций. Тактический прием боевиков Игил можно характеризовать как быстрое маневрирование на всей площади обороны по заранее подготовленным дорогам, которые используются для сближения с противником, организации засад и окружения. Широко распространено применение гранатометов РПГ-7, РПГ-18, РПГ-22. Минометы в условиях города применяются реже. В местах наиболее вероятного появления противника устанавливаются мины, ловушки и фугасы. На трассах Игил широко применяет автомобили со взрывчаткой и дальнобойную артиллерию. Это предназначено для деморализации противника и снижения темпа его наступления. Для маскировки города во время авиаударов, да и для затруднения преодоления оборонительных линий в целом, поджигаются ямы и траншеи, наполненные нефтепродуктами. В начале последней операции по штурмам Масула ИГИЛ провели контратаку на близлежащий город Киркук, чтобы оттянуть от Масула часть сил коалиции. Похожие атаки проводились в 2015 и 2016 году, чтобы отличить внимание от города. В районах, которые штурмуют отряды Пешмерги, ИГИЛ применяет дальнобольную артиллерию, включая обстрелы снарядами с горчичным газом и хлором. 20 октября 2016 года террористы ИГИЛ провели саботаж на заводе по производству серы Аль-Мишрак. В результате диверсии многие мирные жители были отравлены. Кроме того, ИГИЛовцы используют мирных жителей в качестве живых щитов, чтобы предотвратить авиаудары. Общий план операции следующий. Отряды Пешмерги атакуют с севера и востока. Силы безопасности Ирака совместно с шиитским ополчением атакуют с юга. Вооруженные отряды курдов должны блокировать город. Иракские силы безопасности устанавливают контроль над Масулом. Возле Масула расквартировано порядка 5000 американских солдат. По сообщению официальных источников, в зоне боевых действий находится порядка 200 солдат. В основном бойцы командования сил специальных операций и авиакорректировщики. Чем занимаются остальные 4800 солдат, не было сказано. По имеющейся информации, 1700 солдат 2-й бригады 101-й парашютно-десантной дивизии находятся на авиабазе Кайра, примерно в 60 километрах от Масула. На той же авиабазе расположены подразделения 18-й артиллерийской бригады, которые должны поддержать огнем американских десантников. Помимо того, в Масуле действует батальон корпуса морской пехоты США, оперативная группа «Спартанец». Отряды из 82-й парашютно-десантной дивизии должны сменить своих товарищей из 101-й дивизии. Они прошли двухмесячный курс подготовки к боевым действиям в городе, а также подготовку к боевым действиям в условиях применения химического оружия. В настоящий момент не объявлялось о ротации отрядов десантников. Это значит, что Пентагон может держать десантников из 101-й парашютно-десантной дивизии в резерве. Складывается впечатление, что предвыборный проект демократической партии США под названием «Маленькая победоносная война в Масуле» похоже не удался, равно как и президентская кампания Хиллари Клинтон. И теперь тактика действия администрации президента США поменялась. Это может означать то, что Дональд Трамп влезет в затяжную войну. Она уже начинается, поскольку высокопоставленные генералы Пентагона уже не верят в то, что иракская армия сможет взять Масул и готовят план, где будет предусмотрено более активное участие вооруженных сил США.